Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала allpravda.ru. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Канадские и ульяновские врачи проведут 20 мастер-классов у операционного стола. Медицинская компания Полис в одностороннем порядке свернула свою деятельность. Как сделать ульяновские курорты лучше заграничных? На всероссийской конференции обсудили вопросы развития местного туризма. Ульяновская область в огне. Местные жители поджигают прошлогоднюю траву. Неразбериха с офисами врачей общей практики, которые на основе государственно-частного партнерства оказывали бесплатную медицинскую помощь населению ульяновской области, началась еще в январе этого года. А сегодня медицинская компания Полис в одностороннем порядке и вовсе свернула деятельность, оставив после себя лишь голые стены и помещения. Кто теперь будет лечить детей и взрослых, выясняла Рината Алиулова. С глаз долой и сердце вон! Питерская медицинская компания Полис, которая обслуживала население Ульяновска и трех районов области на права государственно-частного партнерства. Ушла из региона. Ушла в лучших английских традициях, без предупреждения, прихватив с собой медоборудование, мебель и отняв работу у собственных же сотрудников. Как поясняют в региональном Минздраве договоры по обязательству инвестора оказывать медпомощь в рамках ГЧП проекта, с Минздравом не расторгнуты, а значит совершенное деяние противоречит закону. Соответствующим заявлением руководство министерства обратилось правоохранительные органы. Пытаются получить внятный ответ о причинах ухода у уже бывших партнеров. Был направлено одно уведомление в территориальный фонд обязательного медицинского страхования, с которым у организации тоже нет никаких договорных отношений о том, что они в одностороннем порядке прекращают деятельность в связи с предполагаемым решением о ликвидации. То есть фактов о ликвидации никаких не было представлено. Ни выписки из реестра юридических лиц, никаких либо других. Буквально за несколько дней Минздрав переоформил собственность всех семи помещений, принадлежавших ранее по лесу на себя. На некоторых участках прием пациентов временно перенесли в близлежащие поликлиники. Ну хотелось бы конечно, чтобы остались те же самые врачи, все то же самое, может так же работало там с 8 до 8 и выходные, чтобы был прием. Это очень удобно и в праздничные дни. Ну удобно здесь очень ходить врачам. На участке по улице Жиркевича прием и вовсе не останавливался. Теперь помещение закреплено за городской больницей номер 2. Половина медоборудования и часть мебели сюда уже завезли. Прием пока осуществляют два терапевта и два врача общей практики. В штатном режиме и выезды к пациентам на дом. Прием организован таким образом, что с 8 до 20.00, первая смена с 8 до 14.00, вторая смена с 14 до 20.00. Также с сегодняшнего дня у нас работает процедурный кабинет. С понедельника планируется открыть прививочную работу, забор крови, забор анализов для лабораторных исследований. На участке бульвара архитекторов прием возобновят со дня на день. Здесь обслуживают 3800 маленьких жителей микрорайона Искры и Репина. Шефство над бывшим офисом полиса взяла детская городская больница. Свою работу возобновят участковые педиатры, кабинеты забора крови и анализов, прививочная и процедурная комнаты. По нормативам здесь 5 педиатрических участков. Пока к нам из полиса перешли на работу два участковых врача-педиатра. За счет внутренних резервов сейчас подключим еще специалистов. Сейчас ведем переговоры со специалистами. И я надеюсь, что по осени, когда будут выпущены летом выпускники, после аккредитации, мы укомплектуем здесь полностью специалистами. Пока загвоздка остается в работе узких специалистов. Нужно устранить все ошибки в лицензии, которые допустили прошлые хозяева помещений. Но это дело времени. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды. В Ульяновске стартовал 4-й международный туристский экспо-форум «Отдых на Волге». Одним из его мероприятий стала первая всероссийская конференция по развитию санаторно-курортного комплекса. О трендах оздоровительного туризма, возрождении ульяновских курортов и привлечении денег. В материале Виктории Черковой. Как следует отдохнуть и поправить здоровье. Санатории просто необходимы современному человеку. Так считают участники и организаторы первой всероссийской конференции, посвященной отечественному туризму. Главной темой мероприятия стало развитие местных санаторно-курортных комплексов. Санаторно-курортный комплекс Ульяновской области насчитывает более 60 коллективных средств размещения. И они обеспечивают более 1 миллиона ночевок в нашем регионе. Это огромная цифра. И объем оказанных услуг данными коллективными средствами насчитывает более 1 миллиарда. Началась конференция в первый день форума «Отдых на Волге» и в самом начале региональной недели туризма. На слете туристов-единомышленников присутствовали работники сферы, руководители и федеральные эксперты. Одна из гостей – Елена Трубникова, председатель Ассоциации оздоровительного туризма России. Елена считает, что в наши санатории пора привлекать молодежь, потому что мода на ЗОЖ постепенно захватывает заграничные курорты. Германия, Франция, Турция наша, всероссийская здравница, развивают у себя альтернативный туризм. Что есть альтернативный туризм? Это санаторно-курортный, это туризм на термальные минеральные источники, это спортивный туризм. И туда едет молодой потребитель. Федерация профсоюзов совместно с правительством приготовили для ульянцев особую губернаторскую программу. Благодаря ей работники предприятий будут ездить на турбазы в дома отдыха с 80% скидкой. По решению губернатора в 2019 году будет выделено 30 миллионов рублей для оздоровления работников предприятий. Я думаю, что это действительно члены профсоюза, которые получат дисконтную путевку и программа так и называется губернаторская. Развитие оздоровительного туризма подробнее обсудили на пленарном заседании. Там же Анатолий Васильев заключил соглашение о сотрудничестве с Еленой Трубниковой. Теперь профсоюзы и Ассоциация туризма займутся воплощением новых проектов. Виктория Черкова, Александр Кудряшов, новости Ульяновской правды. В Ульяновске опять взялись за незаконно размещенные объекты. Напомним, к таковым относятся торговые киоски, охранные будки, гаражи и иные элементы, например, металлические ворота между домами. Начиная с завтрашнего дня и до конца апреля с территории города будет убрано несколько десятков таких объектов. По большей части работы будут производиться в Ленинском и Засвияжском районах, сообщают в администрации города Ульяновска. Лучшие книги года, встречи с писателями и презентации в Ульяновске проходит выставка-ярмарка «Симбирская книга». Она будет работать 10 дней. Ульяновцев приглашают на встречи с писателями и презентации книг. Подробности у Ирины Антоновой. В 16-й раз в нашем регионе открылась выставка-ярмарка-конкурс книжной и полиграфической продукции «Симбирская книга». Это ключевое культурное событие года, представляющее издания, вышедшие на территории Ульяновской области, ведущих поволжских и российских издательств за истекший год. В Ульяновской области делается достаточно много по программе книгоиздания. Она у нас действует с 2009 года. Издано уже около 200 книг. В прошлом году мы издали 12 книг. В этом году планируется около 6 книг на сумму 2 миллиона рублей. В этом году у нас планируется больше выпускать книг к Ленину. На следующий год юбилей, 150-летие Ленина, поэтому у нас сейчас подготовлен альбом. На «Симбирской книге» смогли презентовать свои издания типографии муниципальных образований, что тоже немаловажно. В этом году мы приняли 8 книг. Издали свои игры, сами разработали, сами внедряем, сами печатаем, сами, как говорится, упаковываем. Ну, теперь, чтобы найти, куда бы рынок сбыта. Торжественное открытие «Симбирской книги» объединило два тренда в российской культуре – год театра и год 220-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Актеры Ульяновского государственного молодежного театра исполнили фрагмент спектакля «Метель» по одноименной повести Пушкина. Почетными гостями церемонии открытия стали поэт, бренд-менеджер редакции Елены Шубиной Татьяна Стоянова и методист лексикографической программы в словаре 21 века Мария Кравченко. Читаю, это не только площадка, где литераторы, писатели, читатели общаются. Это показатели нашей духовности, уровня нашей литературы, не только Симбирского края, а так как сейчас это уже всероссийская выставка, то уровни литературы и нашего государства, нашей России современной. Накануне был дан старт благотворительной акции «Библиотеки с любовью». Жители и гости Ульяновской области могут стать почетными дарителями, оказать содействие в пополнении фонда областной научной библиотеки новыми книгами. Новшество этого года за понравившуюся книгу выставки можно проголосовать путем интернет-голосования на сайте Дворца книги. Лучшую книгу года объявят во время торжественной церемонии подведения итогов Всероссийской выставки-ярмарки и 16-й областной выставки-конкурса издательской продукции «Симбирская книга» 2018-26 апреля. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды. В предстоящую субботу Ульяновская областная станция переливания крови будет принимать всех желающих сдать кровь. Донором вправе быть любой здоровый человек в возрасте старше 18 лет. Жителям Ульяновска нужно иметь при себе только паспорт. Тем, кто прописан в районах области, нужно предъявить справку об эпидемиологическом окружении сроком давности не более трех дней. Мероприятие пройдет с полвосьмого утра до часу дня. Телефон для справок 32-42-15. Канадские ульяновские врачи вновь объединили усилия ради спасения жизни маленьких пациентов. На этой неделе в Ульяновской областной клинической больнице проходят мастер-классы, консультации и осмотры. Все благодаря общему благотворительному проекту «Лицом к будущему». В этом году межконтинентальной дружбе исполнилось 7 лет. Затем, как работает симбиоз ульяновских и зарубежных врачей, следила Рината Алиулова. В Ульяновск приехали североамериканские хирурги. И снова с благородной миссией. Это уже седьмой по счету визит иностранных врачей в регион. Все благодаря совместной работе над благотворительным проектом «Лицом к будущему». Ведущие специалисты в области челюстной лицевой хирургии, отоларингологии и детской анестезии в течение года отбирают самые сложные и интересные с точки зрения медицины случаи. А уже по приезде в Ульяновск вместе с нашими докторами из детской областной больницы проводят мастер-классы, консультации и осмотры. В этом году вместе в режиме мастер-классов у операционного стола они помогают избавиться от недугов 20 деткам. Хирургия – это, видимо, как наука или не наука, но это живая специальность. Мы, общаясь с коллегами североамериканскими, с московскими, с европейскими, постоянно самосовершенствуемся. И это дает большие возможности для оказания помощи нашим детям Ульяновской области. Среди маленьких и юных пациентов есть те, кто попадает в руки канадских специалистов не в первый раз. И те, кто на консультациях впервые. У семилетнего Мирослава полгода назад обнаружили кисту в стенках пищевода. Говоря о патологии медицинскими терминами, то это удвоение пищевода. Случай не рядовой, требующий определенных профессиональных навыков. Вместо полостной операции, что часто встречается на практике в современной абдоминальной хирургии, мальчику сделали лапароскопию. То есть взамен больших разрезов пациенту делают лишь маленькие надрезы на внутренних органах. Курировал процесс операции преданный представитель пула канадских врачей. Профессор хирургии Олуинка Олу Туя. Этот случай был интересен именно расположением кисты. И с помощью лапароскопии, маленьких инструментов, мы смогли попасть в брюшную полость и с помощью камер увидеть, что происходит. Нам удалось аккуратно излечь эту кисту, отделить ее от пищевода, желудка и вытащить. Ну, ребенок только подняли с реанимации, чувствует себя хорошо. Все-таки операция была не полостная, лапароскопия. Достаточно легко перенес он. Поэтому сейчас отдыхает, спит. За время работы проекта в больнице прошло около 500 консультаций для детей, страдающих врожденными и приобретенными дефектами лица и мочеполовой системы. Почти 200 ребят получили лечение международного уровня. Рината Алиулова, Юрий Конехин. Новости Ульяновской правды. В Музее пожарной охраны Симбирско-Ульяновска состоялась ежегодная церемония принятия присяги сотрудниками Государственной противопожарной службы. Данное мероприятие приурочено к Дню Советской пожарной охраны. На торжественном мероприятии присутствовали руководящий состав, Гладовоуправления МЧС России по Ульяновской области, ветераны отрасли и гости. Торжественное посвящение прошли 12 сотрудников из пожарных частей 5-го отряда Федеральной противопожарной службы и Центра управления в кризисных ситуациях регионального МЧС. А лисички взяли спички, к морю синему пошли, море синее зажгли. Почти как у корней Чуковского, только не лисички, а люди, и подожгли не море синее, а прошлогоднюю траву. Виной тому, как ранняя весна, так и несознательность местных жителей. И это не голословные утверждения, а официальные данные МЧС России по Ульяновской области. Подробности в нашем материале. В Ульяновской области ввели особый противопожарный режим. Он продлится с 17 апреля по 31 мая. Также с 15 апреля в лесах региона объявлен пожароопасный сезон. О подготовке населенных пунктов говорили сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Вроде как пожароопасный период не начался, а у нас группы из МЧС уезжают на тушение пожаров, низких пожаров, соответственно, загорание травы очень-очень часто. Сотрудники регионального отделения МЧС присвоили третий класс пожарной опасности. Только на прошлой неделе было зафиксировано больше 150 пожаров, связанных с горением мусора и сухой травы. Причина возникновения пожаров банальна и проста – поджог. Причем поджигают, по словам участников заседания, сами жители. Поджигатели считают, что сжигая сухую и прошлогоднюю траву, на земле уничтожаются вредные вещества и быстрее растет новая трава. Экологи считают иначе. Это абсолютно все неверно. Сухая трава при сжигании новая растет даже чуть позже, чем если бы она росла в новых условиях, без вот этих так называемых сельхозпалок. Но, тем не менее, мы не везде успеваем достучаться до каждого жителя. В зоне, подверженной лесным пожаром, расположено 92 населенных пункта. Для тушения пожаров подготовлены 600 единиц техники по всей области. По словам председателя правительства, в каждом населенном пункте назначат ответственных за пожарную безопасность, а также утвердят планы мероприятий по недопущению чрезвычайных ситуаций. В кратчайшие сроки отремонтируют неработающие пожарные гидранты, водонапорные башни и пожарные пирсы. Усилится и работа по информированию населения. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды. В ближайшие сутки в регионе ожидается небольшое потепление. Завтра столбик термометра поднимется до плюс 8 градусов по Цельсию. Ожидается слабый северный ветер. Днем будет ясная погода, ближе к вечеру небольшая облачность. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс равен 4. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале ulpravda.ru по будням в 18.50. До свидания.